Ну вот, заканчивается наша запись Трансмаком на болванку Так, а так же стало ждать совсем чуть-чуть Сейчас уже закончится О, всё, закончили, вот диск вылез Окей, всё, все предварительные операции мы произвели Теперь берём и перезагружаем компьютер Вот он у нас начал перезагружаться Заходим в BIOS Так, что нас здесь интересует? Проверяем конфигурацию SATA Так, он у меня здесь, у кого где, а у меня здесь Вот Search Configuration Вот SATA Серия SATA Идёт Надо, чтобы был Advanced Host Controller Interface Вот он здесь Тут можно выбрать IDI или RAID Массивом Надо Нам поставить Advanced Host Controller Interface Вот мы его Выбрали Вот Всё, то есть у нас всё нормально Встало Дальше что Дальше Так Заходим в KP Configuration Что здесь меняем? А тут ничего не меняем, тут главное, чтобы Всё на автомате, как есть Первоначальные установки, так и оставляем всё остальное А кому Надо Тут Берёт Скачивает у себя На свою материнку новый BIOS Устанавливает BIOS И Главное выбрать Вот как я уже здесь указал Что было Advanced Host Controller Interface Всё Выходим Сохраняем Так А Забыл Перезагружаемся Теперь CD-ROM Где я нажму F8 Кто как желает Можете в BIOS И Поставить Можете И с помощью Быстрой загрузки С помощью F8 А я вот Воспользуюсь Вот Выбираю свой Привод Где уже Стоит Наша Записанная МАК Система Вот Начинает Грузиться CD-ROM Вот Он И Оставляю Всё Как Есть Жду Несколько секунд Он Сейчас Сам Должен выбрать То Что Он Грузит Вот Написано CD-ROM Вот Пошла Загрузка Ну вот Теперь Это Яблоко Будет Крутиться Не Знаю Сколько Ну В общем Подождем Некоторое Время Скорее Всего Это Займёт У нас Минут 20-30 По Дальнейшим изменениям Я включу Дальше Запись Сейчас Пока Поставлю Паузу Чтобы Не Тратить Ваше Драгоценнейшее время Дальнейшим